Сколько городских детей бегали по этой тротуарной плитке, посчитать невозможно. Теперь на ее место ляжет новая. Старую, которая уцелела, уложат возле одного из городских соцобъектов. У нас сейчас работы ведутся на территории юности. Это подготовка основания для бордюров, для установки бордюров и для тротуаров. И также беговая дорожка. Масштабные работы по укладке тротуарной плитки развернутся на этой неделе. Прежде подрядчики должны завершить все работы по инженерным коммуникациям. В парке также обустроили систему водоотведения. Раньше даже непродолжительный дождь оставлял лужи. Помимо пешеходных дорожек, строителям предстоит установить малые архитектурные формы, подготовить основания для четырех конструкций. Это пергола с качелями, цветочный павильон, сцена с амфитеатром и скейт-площадка. Однозначно, мы деревья не рубим. Вот парковка, линия парковки должна проведена вот здесь вот быть. Не при обустройстве парковки, не вообще во время работ в парке деревья не пострадают. За исключением тех, которые признают ветхими и аварийными. Максимально сохранить природную особенность места отдыха – поручение мэра Олега Имамеева и просьба горожан. Во время опроса перед началом благоустройства они голосовали за то, чтобы Первомайский стал экопарком и тихим местом отдыха. Я напомню, что ремонт Первомайского парка идет двумя этапами. Первый этап – 2021 год, второй этап – 2022 год. По первому этапу мы делаем в основном водоотведение благоустройства с освещением. Во второй этап будет включать уже установку малых океанных форм, тренажеров, аттракционов и полноценное замыкание всего комплексного подхода к ремонту данного объекта. Напомним, дизайн-проект для Первомайского парка разработал Центр развития территории с учетом мнения благовещенцев. На благоустройство из областного бюджета направили больше 100 миллионов рублей. Завершить все работы строители должны в следующем году.